Класс, друзья! Всем привет! Я только что записывала видеоотчет о том, как я съездила на выставку и моя камера ни черта не записала. Я уже практически не помню, что говорила. Ладно. Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать, как я съездила в прошлые выходные на выставку кукол, свои впечатления. Выставка называлась Салон кукол 2017. Собственно, ездила я по нескольким причинам. Поехала я изначально посмотреть на свою подругу, какие у нее новые работы. Она мастер-кукольник, кукольный мастер, как сказать. Я думаю, что, наверное, можно назвать ее уже довольно известным мастером кукольного искусства. Почему известным? Потому что к ней запись идет на несколько лет вперед. Но для того, чтобы сделать куклу на заказ, в общем, нужно становиться в очередь, записываться. Вот. Так что я ездила посмотреть на ее работы. Ее зовут Анастасия Немцова. Анастасия Немцова и все контакты ее я оставлю под этим видео и под обзором выставки. Если кому интересно, проходите, подписывайтесь. Ей будет приятно. Вот. Также я поехала вдохновиться. На самом деле, идей было много интересных. И кое-какие я себе взяла на заметку. Ну, так, чтобы что-то особенное в моей сфере, да, миниатюры. Ничего нового я не увидела. Просто было интересно пообщаться с мастерами. Ну, так, как бы поговорить о том, о сем. Вот. В плане кукол, в плане впечатления от кукол, которые я там увидела. То, что понравилось очень, тоже это будет в обзоре. Вы это увидите. Очень понравились мальчики розовощекие с кругленьким носиком. Очень красивые, очень милые. Такие прям... Я балдела, когда на них смотрела. Значит, сделаны они в технике сухого валяния, а одежда для них сделана в технике мокрого валяния. Они будут в обзоре, и вы все увидите. Вот. Это единственное, что очень-очень понравилось. В плане того, что было интересно и необычно, было два мастера. Было два мастера. Мужчина и девушка молодая. У них были полные такие пышно-глыха, пышно-телые куклы. Значит, у мужчины были просто пышные женщины, скажем так, две куклы у него были. Пышные женщины в сексуальном белье эротическом. Вот. И было... У девушки, у нее было много кукол, и они были в технике пинап. Если кто не знает, для сравнения, да, просто пышная женщина, да, у нее есть все складочки там, все какие-то жировые прослоечки, и также очень много целлюлита. Так, та же самая полная женщина в стиле пинап, она тоже полная, но у нее все гладко. Вот. И стиль такой вот он, цветочный, кружевной. Ну, в общем, увидите обзор, сами поймете все. Вот. И это то, что было необычным, то, что привлекло внимание. В плане того, что, что вот прям понравилось так, что глаз зацепило, такого не было. Вот. Когда появится обзор? Обзор появится, скорее всего, на следующей неделе, потому что вся моя поездка заняла 6 часов, по выставке я гуляла 4 часа. Вот. Соответственно, примерно столько же я и снимала. Роликов у меня около 20 штук, и все они разные. Какие-то там полчаса я снимала, где-то 15 минут, где-то 30 секунд снимала. Но все их нужно просмотреть, отредактировать, скомпоновать в единый ролик и наложить на него музыку. Потому что без музыки там просто гул стоял. Очень много народу вот. И я думаю, что вам это неинтересно будет этот гул слушать. В этот раз в зале музыка не играла. В предыдущие разы, когда я была на этой выставке, там была музыка. Вот. Почему-то в этот раз они без музыки обошлись. Народу гораздо больше, чем вот в предыдущие разы. Как-то больше участников, что ли, не знаю. Но, знаете, и в плане участия, то есть, аренда там повысилась чуть ли не вдвое. При этом время проведения выставки, то есть, раньше было 4 дня, а сейчас 3 сократилось, соответственно. Ну, в общем-то, мне было интересно пообщаться также с мастерами, миниатюристами, да, на тему, что там окупается ли участие вообще. И вот, ну, вот. В общем, я набрала там кучу визиток. Купила несколько штучек для себя и для творчества. И давайте сейчас вам покажу, что я купила из очаг. Во-первых, набрала кучу визиток, потом буду их сидеть рассматривать. Тут всякое разное. И кто и миниатюрой занимается, и куклами, и у кого я что-то купила, и кто меня чем-то заинтересовал. И вот рекламка еще, кстати, взяла. Не знаю, может быть, может быть, пойду. Это следующим летом, я так понимаю, выставка японская. Но здесь надо типа экскурсии записываться, там несколько человек в группе должно быть обязательно. Вот, в общем, я пока не знаю, взяла рекламку. Вот, и там еще какую-то рекламку я брала. Тоже, вот, тоже пока не знаю. Это на 28 октября запись у них ведется. И, в принципе, места уже все заняты, но можно зайти на сайт, там есть на них ссылка на эту корпорацию, кто мангой занимается. И можно записаться на следующие мастер-классы. В общем, если кому интересно. Извиняюсь, что-то вдруг нахлынуло. Вот, купила себе наждачку, очень-очень мелкую. Она такая, я даже не знаю, как вам показать, она мягкая. Вот. Она, сама основа мягкая, а вот эта поверхность, она полирующая. Вот, вот этой фирмы. Ну, насколько мне сказала подруга, это самые-самые лучшие во всем мире наждачки. Я взяла вот такая у нее поверхность. Извиняюсь за ремонт соседей, это просто ужас. Вот. Ну, надеюсь, что видно, она достаточно мелкая. Вот. И, насколько я сама знала, фокус, алло, насколько я сама знала, эта фирма достаточно хорошая. И подружка мне сказала, что это самое лучшее, не просто хорошее. в плане тех, кто вот занимается куклами или чем-то таким подобным. Взяла линейку. Опять же, хотела сказать, забываю про цены. И, опять же, забыла про линейку. В общем, вот он небольшой, здесь 14 на сколько там получается, на 11,5. И вот такой кусочек стоил 100 рублей. Конечно, очень дорого, но я такую наждачку искала очень долго. И в хозяйственных ее не найти. Я уже тут немножко попробовала, как видно, отличается по цвету на эпоксидных сережках. Очень классно полирует. Вот. Еще взяла вот такой горшочек, пока не знаю, для чего он мне, но он мне безумно понравился и стоил он тоже 100 рублей и он просто огромный. Вот он кулак мой его обхватывает целиком. Вот. И для такого размера он довольно дешево стоит. Поэтому я в нем влюбилась и взяла его. Пока не знаю, куда его приспособлю, но он мне понравился. И еще взяла варенье из сосновых шишек. Там женщина, которая им торговала, она мне все зубы заговаривала. В общем, я с утра практически не завтракала ничего. А у нее там были всякие и мармелад домашний, и какая-то пастила домашняя, и какие-то другие вкусняшки. И все это без сахара на натуральных ингредиентах. И всякое разное варенье. Варенье с орехами, варенье с шишками. Вот. Она, во-первых, дала мне все попробовать. Я там, конечно, слюнями капала. Ну, очень вкусно все. Вот. И она дала вот это варенье попробовать, и я прям обалдела. Оно очень вкусное. Ну, очень вкусное, при этом еще и полезное. Как сказала женщина вот это, шишки нельзя выбрасывать. Они тоже лечебные, как бы полезные. То есть нужно шишку как бы облизать, ну, как сказать, облизать с нее варенье, а потом начать ее жевать. И жевать, жевать, жевать до тех пор, пока она полностью не растворится во рту. И тем самым это как бы дезинфицирует полость рта, убивает бактерии на зубах всякие вредные, и плюс это такая профилактика от простуды и гриппа. Вот, я решила взять. Вот эта баночка стоила 500 рублей. На самом деле это не очень-то дорого. У нас рядом с домом есть экоферма, и в этой экоферме такая баночка стоила бы 1000, а то и больше. Вот. И объем здесь 430 грамм. Очень, я вам скажу, приличный. Вот. Кому интересно, я потом расскажу, как оно на вкус. Ну, я пробовала, в принципе, вкус. Очень классный, обалденный вкус. Ну, очень советую попробовать. просто я в жизни никогда такого не ела, и решила, что за такую цену надо взять. Вот. В принципе, в плане выставки это все мои покупки были, всего три штуки. Вот. Еще, ну, так, уже не о выставке. Я вчера ходила за садовой землей. Мне нужно пересаживать цветы. И, собственно, там, помните, я покупала лилии, в общем, и они проросли. Вот. И в итоге я ходила в хозяйственной за землей и кое-что еще взяла. Хозяйственной у нас называется ИП Калинин он, но вывеска висит доступный, называется. Магазин доступный. Вот. И вот я купила, я вам хотела чего показать. Я купила семена, как же без этого, я просто не смогла устоять. Значит, во-первых, я взяла землянику. В этом году мы сели свою, ну, вот эту на рассаду. И мне очень понравилось, я решила взять еще одну. Во-вторых, Цинии. Мои любимые, и мы их покупаем всегда. Вот. И увидела еще вот такой многолетний лен. Не помню, брала или нет. Что-то вроде брала похожее, но не помню, поэтому взяла. Стоили они 19 рублей, 25 и 19. Вот. Это что касается семян. на следующий год. Потом также взяла вот такие две клейкие ленты с бабочками и с розочками. Вот. Очень красивый принт. Прям очень красивый такой. и это клейкая лента блестящая. То есть, она не на бумажной основе и не на тканевой, а такой гладкий, как обычный скотч. И вот с такими яркими бабочками. Вот. Были только такие. На самом деле были одни только бабочки, а розочка была одна. Вот. Такой скотчик. И еще взяла вот такой патрон. Это мне для как же он называется? В общем, я смотрела видео в интернете, как сделать как сделать софтбокс. Вот. И я решила, что буду делать сама софтбокс. И если вам интересно, пишите в комментарии. Я сниму для вас что-то типа диайвая, потому что я думаю, идея интересная. И я буду делать не совсем так, как это делают другие. Я как бы совмещу несколько вариантов воедино. И это будет получиться мой собственный софтбокс. Вот. В общем-то для него я взяла вот такой патрон разборный с двумя фиксирующими кольцами. И я еще хочу идея в том этого софтбокса, что я хочу собрать детали и прикинуть по цене сколько это получится, если делать это самому. Вот. Я думаю, что это интересно будет, потому что я смотрела например на том же китайском сайте, на Алиэкспресс, на других даже самый дешевый софтбокс он около тысячи стоит. В России я вообще не говорю уже о той цене сколько он стоит. Вот. и хотела вам показать, что клейка лента мне стоила одна 35, другая 29. Я, к сожалению, не знаю, какая из них какая, но намотка здесь 100 сантиметров. Вот. Семена и грунт. Я брала две штуки по 85, 5-литровые. Вот. Пока что вот так. Напишите, интересно ли было бы вам увидеть мастер-класс по софтбоксу. Вот. И пишите тоже, ходите ли вы на какие-то такие выставки, тематические или нетематические, но связанные с искусством, с хендмейдом, чем-то таким. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.